Всем привет! С вами Настя Политаева, журналист и автор ютуб-шоу о моде и лайфстайле без фильтров. И сегодня в этой студии не будет гостей, зато будут модные факты, потому что я хочу представить вам свой новый формат «Альманах». Это подборки фактов, людей и событий, на которых стоит современная модная индустрия. Почему мы хотим выглядеть так и не иначе? Почему одни становятся звездами моды, а о других людях мы вообще ничего не знаем, хотя их влияние в индустрии огромное? В попытках ответить на эти общие вопросы родилась идея «Альманахов». В них я буду раскладывать модную летопись на конкретные примеры и факты, и очень надеюсь, что вам понравится. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, а самому внимательному зрителю я в конце подарю подарок. Как вы думаете, сколько денег у Кэри Брэдшоу в реальной жизни? По подсчетам издания о звездах Celebrity Network, состояние Сары Джессики Паркер оценивается в 200 миллионов долларов. А в 2022 году журнал Time назвал актрису одной из самых влиятельных людей в мире. Я знаю, что считать чужие деньги не очень прилично, но просто вдумайтесь, в культовом сериале было четыре главной героини. Но только Кэри, которая на экране предпочитала покупать туфли, а не недвижимость, удалось заработать такую огромную сумму и стать настолько влиятельной в мире моды. Для сравнения, у реальных Миранды, Саманты и Шарлотты состояние в 6-7 раз меньше. Как Саре Джессике Паркер удалось добиться такого результата? Я отвечу на этот вопрос в пяти факторах. Факт первый. Сара Джессика Паркер очень любит деньги. По слухам, когда Саре Джессике Паркер принесли сценарий «Секс о большом городе», ее муж Мэти Бродерик сказал «Осторожно, ты можешь стать слишком популярной». Так оно и вышло. И «Золотую жилу» Кэри Брэдшоу Сара Джессика Паркер начала разрабатывать еще во время съемок. Первые три сезона сериала принесли и 50 миллионов долларов, но потом ситуация резко поменялась. Сара Джессика Паркер стала исполнительным продюсером проекта. С этого момента она зарабатывала 3,2 миллиона долларов за каждую серию. В итоге 46 серий последних трех сезонов принесли актрисе 147 миллионов долларов. А продюсерская роль – три дополнительных номинации на престижную премию Эмми и даже одну победу. Финансовым успехом актрисы радовались не все. Из-за них она поругалась с Ким Кэтрилл, и подробности скандала произошли в издании The Telegraph. Ким, сыгравшая на экране темпераментную Саманту Джонс, требовала равных условий для всех четырех звезд сериала. У нее ничего не вышло, и актрисы не общаются до сих пор. Правда, Сара Джессику Паркер их конфликт совершенно не расстроил. Сразу после завершения съемок «Секса в большом городе» она стала лицом бренда Гэб, и сумма контракта составила 38 миллионов долларов. Считается, что именно из-за этого конфликта мы не увидели Саманту Джонс в продолжении сериала под названием «И просто так». Ким Кэтрилл появилась лишь в одном эпизоде и всего на 70 секунд. За это и заплатили 1 миллион долларов. Сара Джессика Паркер никогда не скрывала, что деньги имеют в ее жизни огромное значение. В ее семье было 8 детей, и они жили очень скромно, если не сказать бедно. Настолько, что они не отмечали дни рождения и Рождество, а иногда денег не хватало даже на электричество. Во всяком случае, так пишут в прессе. Сара училась в балетной школе. В 9 лет она сыграла в экранизации «Девочки со спичками», а уже в 11 дебютировала на Бродвее. С этого момента родители официально стали менеджерами Сары Джессики Паркер, а она финансовым локомотивом в их семье. Факт 2. Сара Джессика Паркер – талантливый предприниматель. Говорят, что предпринимательство – это умение грамотно использовать свои нечестные преимущества. И кажется, Сара Джессика Паркер отлично об этом знает. В «Сексе в большом городе» 94 эпизода, и бренд Манола Бланек упоминается в них 16 раз. Многие даже считали, что этот бренд – пятый герой сериала. Кроме того, в первом полнометражном фильме «Синие лодочки Манола с пряжкой» выступили в роли помолочного кольца, и именно в них Кэри Брэдшоу вышла замуж за мужчину своей мечты. На протяжении многих лет Сара Джессика Паркер была музой Манола Бланек, и очень повлияла на продажи и узнаваемость бренда. Были годы, когда в одной только американской сети «Неймен Маркус» продавалось по 30 тысяч пар Манола Бланек в год. Что сделала Сара в ответ? В 2014 году актриса запускает собственный обувной бренд, названный ее инициалами – SJP. Его возглавил Джордж Малкемус, который на тот момент был генеральным директором Манола Бланек. И он совмещал работу в двух брендах еще пять лет. Сара делала классические туфли на шпильках, похожие на Манола. А еще спустя два года она делает ход конем и выпускает синие атласные лодочки с пряжкой. Только стоили они в три раза дешевле оригинала. Малкемус покинул Манола Бланек только в 2019 году, причем ушел он со скандалом и даже с судом. В компанию утверждали, что он остался должен и 600 тысяч долларов. Ни Сара, ни Джордж комментировать это не стали, а вместо этого открыли еще один бутик SJP прямо на месте бывшего магазина Манола Бланек, потому что это помещение принадлежало Малкемусу. Джордж говорил, что Саре достаточно запостить, что она в бутике, как в магазин тут же выстраивается очередь. А для тех, кто пришел с автобусной экскурсии по местам секса в большом городе, в магазине Сары делали скидку. Бренд процветал 10 лет подряд, пока несколько недель назад Сара Джессика Паркер не объявила, что марка закрывается, потому что не выдержала конкуренции с более модными брендами. Манола Бланек не стали или не захотели ничего с этим делать. Дело в том, что в моде авторское право устроено иначе, чем в кино или музыке, и доказать плагиат намного сложнее. Плюс публично ссориться и тем более судиться с настолько влиятельной знаменитостью, как Сара Джессика Паркер, Манола Бланек не стали. И в итоге бренд никогда не комментировал обувной бизнес актрисам. Если вы переживаете за Сару Джессику Паркер, то не стоит. После закрытия обувного бизнеса у актрисы осталось еще издательство SJP Lead, продакшн, который, кстати, участвовал в продолжении съемок «Секс о большом городе», марка духов SJP Beauty, вино In Vivo X SJP, а также бренд готовых коктейлей, хит которого, конечно же, любимый коктейль Кэри Брэдшоу «Космополитен». Много лет я борюсь с проблемами кожи. У меня акне, и, к сожалению, это навсегда. Но с этим нюансом можно жить, и с опытом я подобрала салонные процедуры, которые помогают мне держать под контролем акне большую часть времени. Однако все это не имеет никакого смысла без хорошего бренда домашнего ухода. Один из них – Resson – бренд премиальной уходовой косметики, который разрабатывают и производят специалисты на фабриках Швейцарии, Италии и Франции. Это целая система эффективного ухода, созданная с учетом современных тенденций, но при этом сохраняющая мудрость предыдущих поколений. И сейчас я покажу вам несколько находок, которыми пользуюсь регулярно. Не секрет, что шеи и декольте первыми выдают возраст, поэтому с юности я ухаживаю за ними особенно тщательно. Эта увлажняющая сыворотка Resson делает кожу шеи более упругой и подтянутой, а кремовую текстуру средств легко и приятно наносить. А сейчас у меня в руках увлажняющая сыворотка для лица из той же линейки. Я пользуюсь ей ежедневно, потому что мой косметолог научила меня мантре – очищение, питание, увлажнение повторять каждое утро. Увлажнение должно быть системным и постоянным, а эта сыворотка еще и не оставляет жирного блеска, так что отлично подходит как база под макияж. Зона под глазами – это моя боль, а все мелкие морщинки особенно видны в кадре со съемочным светом и макияжем, поэтому на эту зону направлен мой фокус в уходе за лицом. С апреля я использую вот это комбо. Это легкая сыворотка под глаза с нелипкой текстурой, а затем увлажняющий крем-гель для глаз. Вместе они увлажняют и освежают, убирают следы усталости и возвращают коже сияние. И так как лучший комплимент любой косметики – это закончившиеся банки, то честно рассказываю – заказала оба средства уже во второй раз. Конечно, коллекция «Рессон» не ограничивается этими продуктами. У бренда есть целая линейка средств, которые разработаны под разные типы кожи и потребности. Чтобы подобрать то, что подходит именно вам, приходите в магазин «Эли Туаль», где косметика «Рессон» представлена эксклюзивно. Подробности в описании. Факт третий. Конечно, Сара Джессика Паркер активно эксплуатирует образ Кэри Брэдшоу в реальной жизни. Модная журналистка в юбке-пачке и ярких туфлях. Видели ли вы когда-нибудь такую девушку? Одна из них сидит перед вами прямо сейчас, но, конечно, весь мир знает совершенно другую – ту, которая превратила этот образ в архетип. Речь о Кэри Брэдшоу в исполнении Сары Джессики Паркер. В своих интервью актриса неоднократно говорила, что в реальной жизни совершенно не похожа на Кэри и считает многие поступки своего персонажа аморальными. Но мы видим совершенно другое. Вот уже третий десяток лет подряд актриса сознательно сращивает себя со своей звездной ролью в реальной жизни. Сара носит те же прически, так же необычно одевается, часто выбирает узнаваемый силуэт с пышной юбкой и узкой талией. А еще постоянно выкладывает в своих соцсетях отсылки к своему звездному персонажу. Например, известно, что Паркер забрала очень много нарядов со съемочной площадки, каталогизирует их и, по слухам, даже собирается однажды открыть модный музей секса в Большом Городе. А недавно она выкладывала в соцсетях, что забрала со съемок культовый кулон Кэри с ее именем. Очевидно, этот образ отлично продается, но интересно здесь совершенно другое. Реальная Кэри Брэдшоу действительно существует, и это не Паркер. Книгу «Секс в Большом Городе» написала Кэндис Бушнелл. Не поверите, журналистка из Большого Города. С 1994 по 1996 год она вела колонку под названием «Секс и город» в газете New York Observer. Колонка была невероятно популярна. Как позже рассказывала писательница, она сделала одиноких женщин видимыми. Вот что об этом говорит сама Кэндис. Когда я начала писать, все думали, что если женщине за 30 и она не замужем, то с ней что-то не так. Ужасное прошлое или ужасный характер. Но на самом деле, одинокие женщины были всегда, особенно в больших городах. Просто до меня никто не хотел о них писать. Колонка была намного жестче и откровеннее из сериала. Бушнелл даже сравнивали с писателями Эдит Уортон и Бреттом Истином Эллисом. В книге, вышедшей по ее мотивам, уже появляются героини по имени Миранда, Шарлот и Саманта. Но они, как и Кэри, совершенно не похожи на герои популярного сериала. И только первый сезон «Секс о Большом Городе» полностью снят по историям из книжки. Права на персонажа Кэри Брэдшоу до сих пор принадлежат Кэндесс Бушнелл. А теперь следите за руками. Состояние писательницы оценивается в 2,5 миллиона долларов. Права на фильм и сериал она продала за 100 тысяч долларов. Это не маленькие деньги, если не сравнивать их с доходами Сары Джессики Паркер. Кроме того, Бушнелл неизвестная на весь мир голливудская актриса и мало кто знает ее в лицо. Паркер не нарушила права, но лишь формально, как и в истории с туфлями. В жизни женщины никогда не были подругами и мало высказывались друг о друге в прессе. Но недавно Бушнелл прокомментировала, что ей не нравится, какой стала Кэрри, и просто так. Она сказала, Кэрри превратилась в странную женщину, которая вышла замуж за очень богатого парня. Это не моя история и не истории моих друзей. Но у телевидения своя логика. Кстати, писательница вышла замуж после 40. Также она добавила, Сара была замужем все время, пока мы снимали сериал. Ее жизнь – полная противоположность жизни Кэрри Брэдшоу. Факт четвертый. Сара Джессика Паркер дружит с Анной Винтур. Главный редактор американского ВОК и актриса дружат давно. Неясно, насколько близко, но их связывают не только общие проекты, но и, например, совместные ужины. Впрочем, есть немало способов узнать, как Анна относится к тому или иному человеку. Например, любимый способ Анны выразить неприязнь – просто в упор кого-то не замечать. Так было с Меланией Трамп, которая так и не получила ни одной обложки американского ВОК, пока ее муж был президентом США. А все потому, что Анна – известная сторонница демократической партии, с которой конкурирует партия Дональда Трампа. А еще она всегда считала, что у Мелании ужасный вкус. При этом у Сары Джессики Паркер было целых семь обложек американского ВОК. А в 2012 году актриса сыграла в сериале «Хор» главу сайта ВОК.ком Изабель, и Анна лично подбирала костюмы для этого персонажа. Тогда же Сара Джессика Паркер устроила у себя дома ужин в поддержку Барака Обамы, и Анна ей помогала. В рубрике «Сплетен смарт-сет» The Atlantic со ссылкой на издание Page Six писали, что Анну не устроила убранство дома Сары Джессики Паркер, и она сказала все переделать, чтобы было идеально. Говорят, что именно с подачи Анны Винтур Сара Джессика Паркер стала вице-председателем New York City Ballet, где отвечает за моду. Это примерно так же престижно, как стать вице-председателем, например, Большого театра. Сара привлекает различные бренды, от Валентина до Том Браун, а они, в свою очередь, создают костюмы для ежегодного благотворительного гала приема в честь начала осеннего сезона. И, конечно, это увеличивает вес Паркер в модной индустрии. Ну и вишенка на торте, конечно, бал Института Костюма, знаменитый Мэтт Галла, детище Анны Винтур. Мы даже не говорим о том, что Сара входит в число гостей каждый год, что само по себе очень престижно. Но в 2014 году Анна Винтур пошла дальше и предложила Паркер стать сопредседателем Мэтт Галла в том году. Позже они шутили об этом на шоу поздним вечером с Этом Майерсом. Сара рассказала, что Анна отчитала ее за неправильное приветствие гостей, на что Винтур ответила, просто Сара слишком много болтает. Обычно я протягиваю руку и говорю выставка там, надеюсь, она вам понравится. Факт пятый. Мы практически ничего не знаем о личной жизни Сары Джессики Паркер. И это осознанная стратегия актриса. При всей своей колоссальной популярности и умении ее монетизировать, Сара Джессика Паркер практически ничего не рассказывала в прессе про свою личную жизнь. Актриса не пускает репортеров в дом, не делится подробностями быта и постоянно говорит, что в этом и есть секрет ее счастливого брака. В наш век соцсетей это создает дополнительную атмосферу таинственности и притягивает еще сильнее, о чем актриса, конечно, знает. Что нам известно? Сара Джессика Паркер замужем за актером Мэтью Бродериком, у пары трое детей, мальчик и две дочки-близняшки, которых родила суррогатная мать. Позже в интервью ВОК Сара рассказывала, что по-другому у них не получалось. В общем-то, это все. Также актриса никогда не делится подробностями ухода за собой, которые, конечно, интересуют миллионы. В одном из интервью она сказала, «Окей, я знаю, как я выгляжу, и что мне с этим сделать? Перестать стареть или исчезнуть?» Актриса подчеркивает, что не делала никаких серьезных манипуляций и не худеет, а наоборот постоянно пытается поправиться. Конечно, интернет-пользователи посчитали это кокетством, если не сказать лукавством. И особенно много обсуждений внешности актрисы было после выхода первого полнометражного фильма по мотивам секса в большом городе. Фанатам сериала тогда показалось, что актриса что-то с собой сделала. Ей приписывали мамопластику, блефоропластику, ринопластику, подтяжку лица, лазерные пилинги и не только. Но ничего из этого Сара Джессика Паркер не подтвердила. Наоборот, в 2022 году актриса начала сотрудничать с брендом Rock Skin Care, вместе с которым они сделали проект, направленный на борьбу со страхом старения. Я не буду скрывать, что персонаж Кэри Брэдшоу оказал на меня огромное влияние. Думаю, как и на большинство девушек, которые родились в 80-х и 90-х. Иногда мне кажется, что я даже профессию выбрала, потому что в детстве меня так сильно впечатлила эта модная журналистка с Манхэттена. И до сих пор Сара Джессика Паркер, как и Кэри Брэдшоу, остаются для меня, наверное, любимыми модными инфлюенсерами, за которыми я слежу. Наверное, именно поэтому я выбрала такую тему для своего первого альманаха. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о выпуске. А еще я хочу попросить вас написать, что вы думаете о Саре Джессике Паркер. Может быть, какие-то дополнительные факты. Автору самого интересного комментария я подарю вот такую коллекционную книжку, которая выпущена официально совместно с New Line Cinema и HBO. О предисловии к ней написала Сара Джессика Паркер. Она очень красивая, наполнена кадрами из фильмов. И мне кажется, что классно иметь такую книжку на своем журнальном столике, иногда перелистывать и вдохновляться. Мне кажется, этим пилотным выпуском, который, пока мы снимали, очень волновалась, исполнила какую-то свою детскую мечту. Потому что для меня, когда я была маленькой, образ Кари Брэдшоу был, знаете, такой супермотивационный. Я из семьи, в которой никто никогда не занимался творческой профессией. И я, наверное, в классе в четвертом поняла, что мне очень нравится писать тексты, но я не понимала, что этим можно зарабатывать вообще каким-то образом на жизнь. И поэтому для себя это не рассматривала. Думала, что я буду юристом. И мне кажется, что благодаря сериалу «Сэкс Большом Городе», я впервые увидела такой вот образ девушки, которая занимается чем-то прикольным, интересным, творческим, и при этом классно живет. Там уже мы сейчас вынесем за скобки, что, конечно, образ Кари Брэдшоу, он абсолютно нереалистичный. Ну, то есть, тот уровень жизни, который показан в сериале, не может вообще никакой вселенной соответствовать уровню дохода Кари. Есть целые, знаете, такие статьи, типа такие расследования в интернете, сколько на самом деле могла верхняя граница зарабатывать Кэрри, и сколько она тратила на все сумки, на наряды, на аренду квартиры в классном районе Нью-Йорка. И по этим подсчетам получается, что у нее к концу сериала должно было быть минус полтора миллиона долларов, то есть на те деньги там 25 лет недавности. Быть Кэрри совершенно невозможно, но я была мелкая, естественно, ничего там такого не считала, и для меня она стала таким, наверное, каким-то, знаете, примером, что можно классно жить, что можно жить как-то по-другому, нежели я видела вокруг, что можно иметь все эти вещи, которые ты видишь в журналах, можно ходить по всем этим классным мероприятиям, знакомиться с интересными людьми. И вот хотя сама эта конструкция, она супер нереалистичная, могу сказать, что как бы все получилось. То есть этот образ, видимо, был настолько сильен, так я его своей какой-то внутренней метафизической карте желания и наколдовала, что, ну как бы вот, я могу сказать, что в целом моя жизнь, она действительно наполнена всякими красивыми вещами, интересными людьми, мероприятиями. Так что я вот очень благодарна Кэндис Бушнелл и HBO за то, что они сделали такой мотиватор для, я уверена, кучи девчонок, я уверена, что я не одна такая, нас там не 200 человек, и даже там не 200 тысяч, нас, наверное, много больше. Вот, это, по-моему, супер. И выпуск, который мы сняли, это, наверное, уже взрослый взгляд на этого персонажа, на сам Джессику Паркер, которую я дико уважаю. Мне очень нравятся такие хватки, оборотистые женщины. И для меня вот это вот условно там развенчание образа наивной девушки на шпильках, которая думает только о новой сумке, это не минус, а наоборот, это классно. Мне кажется, классно твердо стоять на ногах, классно, клево продюсировать свою жизнь. Она суперкрутой продюсер самой себя и своих бизнесов. Я лет, наверное, пять назад уже подбиралась к этой теме, писала для Blueprint материал в 2019 году. Помню, мы на планерке очень долго спорили, потому что Blueprint тогда был, это независимое издание о моде и культуре. Если кто не знает, очень классное. Я застала, мне кажется, золотой состав. И у нас на планерке был очень большой спор, потому что тогда была суперэкзальтированная редакция таких интеллектуалов. Они говорили, зачем нам, типа Кэри, она такая попсовая, она дурацкая. Но я очень стояла на своем и все-таки сделала этот материал. И на самом деле какие-то там два-три источника, информации, которые я использовала тогда, я использовала для подготовки этого выпуска. И сейчас, спустя пять лет, могу сказать, что она сделала еще больше. Так что, мне кажется, что если там в 12-15 лет прикольно иметь пример для подражания Кэри, то сейчас классный ориентир это Сара с тем, как она обращается и со своими внешними данными, и со своим медийным весом, и со своими связями. И с теми предложениями, которые к ней явно приносят в большом количестве. Она очень круто сортирует, что классно, что не классно. В общем, я, честно говоря, получила большое удовольствие пока делала этот выпуск. И надеюсь, что вас, то, что мы нарыли с командой, тоже мотивирует и вдохновит.